Добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что. В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В воскресенье рязанцы и гости города в очередной раз отметят праздник улицы Есенина. Изюминкой этого года станет совместное выступление группы «Филинс» с итальянским вокалистом Борисом Савалделли. К значимому для города событию готовится не только управление культуры, но и коллективы Дома детского творчества, Рязанское отделение Союза писателей России, юные поэты и журналисты. Подробнее о программе этого дня говорим с Валентиной Макаровой, начальником отдела организации досуга городского управления культуры. Праздник улицы Есенина будет проводиться в шестой раз. Первый раз мы его проводили в 2015 году, посвящен он был 115-летию Сергею Есенину. И вот с тех пор ежегодно мы проводим этот праздник. Но, к сожалению, нам не всегда везет с погодой. Правда, хочу сказать, что это не касается юбилейного года. Первый год была великолепной погодой. Надеемся, что и в этом году будет великолепной погодой. Но, несмотря на дождь, рязанцы с удовольствием приходят к нам на праздник, и мы очень рады этому. А что меняется год от года в первую очередь? Вы же смотрите, как на что реагируют те, кто приходит посмотреть? Ну, прежде всего, конечно, для нас зрители – это самые участники праздника, это самое главное. Мы стараемся разнообразить программы. Нам очень хочется показать творчество Сергея Есенина с разных сторон. Как воспринимают его и взрослые люди, и те, кто только-только начинает знакомиться с творчеством. Например, в прошлом году для нас было совершенным открытием на программе «Свободный микрофон». Девочка четырех лет или пяти лет, сейчас не помню точно, она читала Есенина. Она так читала Есенина, это было удивительно. И, конечно, мы стараемся, и программа наша постоянно меняется. Что будет в этом году? Сколько площадок будет работать? И какую площадь они займут? В этом году, ну, где-то порядка шести площадок. Вся площадь перед Театром Кукол, она нам очень нравится. Это площадь, она разного уровня, и такая приятная для того, чтобы там гулять, проводить время. Непосредственно перед Театром Кукол основная площадка, на которой будет у нас в этом году очень такая обширная программа. Откроет эту программу оркестр русских народных инструментов под руководством нашего мэтра, заслуженного работника культуры России, Александра Лаврухина. Они покажут кусочек своей программы есенинской, и мы этому очень рады. Далее эту эстафету подхватит вообще наш государственный, академический, рязанский русский народный хор, который тоже покажет свою новую программу для рязанцев, потому что, конечно, они в стороне от этого праздника не могут остаться. И мы с удовольствием их пригласили. После рязанского хора будет проект Есенин-Версион, версион пятый уже будет, а не третий год у нас на нашем празднике. Значит, там у нас будет... Эту программу готовит Анатолий Абуденкин, наверное, знакомый вас. Он курирует эту программу. Я знаю, что там запланирована уже группа «Бенгальские огни», Алексей Серафимов. Сергей Бойков. И мы очень рады тому, что дал согласие принять участие Евгений Калакин. Завершится эта наша площадка новым проектом, который будет представлен впервые. Это авторская вещь Нурислава Ибрагимова. Называется она МЧС. Это что такое? Место чтения стихов. И в этой программе выступят наши самые маститые поэты, которые мы с удовольствием предоставим место в программе нашего праздника. Людям, горожанам всегда хочется самим принять в чем-то участие? То есть какая-то массовость? Что будет для них? Для горожан у нас несколько площадок. Это площадка библиотечной Есенианы, где наши библиотеки, центральная система детских библиотек, центральная система взрослых библиотек готовит программы. Это, скажем так, ближе к анимационным программам, где рязанцы могут активно вовлечены быть в эти программы. Но самым таким забойным у нас будут площадки свободный микрофон, где каждый рязанец, это у нас стала традицией, каждый рязанец может подойти к микрофону и объясниться в любви к Сергею Есенину. Не к Сергею Есенину объясняться в любви. Можно это сделать, если пришел с девушкой и решил проявить какие-то рыцарские свои способности? Да ради бога. У нас будет установлено стенды, на которых можно будет расписаться, написать свои любимые строчки. И еще у нас будет площадка, мы называем ее, как «Народные игрища», где будут принимать участие наши фольклорные коллективы. Это школа искусства и театр народной песни «Узорочи», где для зрителей такая интерактивная программа, в которой они предлагают, эти коллективы предлагают не только песенный жанр, но и игровой. И вот там можно будет принять участие активно. Но далее, на этой же площадке, выступят наши рязанские авторы, которые много лет уже пишут на стихи Есенина и творчество их знакомых. Откроют эту программу заслуженный деятель искусства Российской Федерации Александр Гермаков, который сам исполнит свои песни на стихи Сергея Есенина. В этой же программе Володя Блохин тоже много работает, и плодотворно работает над этой темой. Здесь же Рислан Ибрагимов, Константин Паскаль, Дмитрий Лунев. В общем, такая довольно-таки большая программа. Я, может, кого-то забыла, пусть они на меня... Мы назвали известные имена для рязанцев, но есть обычные люди, которые, кроме школьной программы, к сожалению, не так много читают, да и стихи, знаете, вещь такая специфическая. Во-первых, немногие умеют это делать, правильно читать. Во-вторых, не все любят. Есть рязанцы, которые путают творчество Сергея Есенина с другими авторами и выдают шедевр, скажем так? Ну, конечно, есть, но это не мешает им любить Сергея Есенина. Потому что эти строки, да, строки такие, как «Белый береза под моим окном» и много-много других, они их просто знают. Они их впитали с материнским молоком, эти стихи. В школах много уделяется внимания творчеству Сергея Есенина. Они могут не знать, что это Сергей Есенин, но угадать они угадают. И есть площадка, где будут читать стихи наши юные поэты, наши начинающие чтецы. И там тоже рязанцы могут проявить свое творчество. Если рязанцы могут легко доехать в Константиново, приобрести какие-то сувениры, связанные с Есениным, то гостям, которые именно в это воскресенье будут у нас, хочется уже здесь получить все и сразу. Для них что-то будет? Ну, конечно. У нас будет большая ярмарка, и мы с удовольствием приглашаем всех мастеров декоративно-прикладного искусства, чтобы они приходили. Заявки принимаются по телефону 27 08 28. Мы с удовольствием примем заявки от тех, от кого еще они не поступили. Всех мастеров, которые работают с темой Есенинской темы, Рязанской. А таких много? Ну, вообще-то достаточно много, достаточно много. Но, вы знаете, не только мастера прикладного творчества обращаются к этой теме. Например, шоколадная фабрика, шокуро, целую коллекцию подготовила, посвященную Сергею Есенину. Так что можно и сделать такой интересный подарок своим друзьям других городов. Давайте мы напомним зрителям, когда что будет, где, может быть, посмотреть можно на сайтах предварительно программы. На сайте Управления культуры можно будет посмотреть, афиши висят по городу, в троллейбусах. И, конечно же, нам очень хочется пригласить рязанцев, потому что любой праздник, прежде всего, это сами зрители, которые приходят к нам и становятся участниками. И, конечно же, в год 120-летия Сергея Есенина, в юбилейный год. Я думаю, что все рязанцы должны прийти к нам на праздник, и мы вас с удовольствием будем ждать. 20 сентября, это воскресный вечер с 4 до 8 вечера у театра «Кукол». Мы будем рады всех вас видеть. Хорошо, что мы с вами встретились за несколько дней. У телезрителей будет время выучить пару стихотворений, чтобы не ударить в грязь лицом. Это была программа «Подробности». До встречи в эфире!